И сделать это вот такое вот принятие решения. А вот смотри, еще про любовь. Мы уже про детей говорили сегодня. Ты как-то в интервью одном сказал, что если ты шлепнул ребенка, и он плачет, значит, ты его шлепнул без любви. Ну-ка, папа, расскажи, как это, шлепать с любовью. Принуждение к миру еще у тебя был термин такой. Принуждение к миру. Нет, ну по-другому нельзя. Бывают ситуации, конечно, они бывают и некрасивые, дети ведутся, они эмоциональны, как и бывают. Вопрос в том, что я на тот момент уже обладал знанием, что никогда нельзя решать ситуацию, когда ты в гневе. Просто нельзя. Вот если ты лучше уйди. Ребенок это просто чувствует и знает, а это еще хуже, когда он и так не может с собой справиться, а когда отец в гневе, это все. Это было интервью в разговоре о тему, можно ли детей наказывать или нет. Вообще это сложная тема. Ну, она, в принципе, простая тема. В силу того, что нас мировое сообщество погрузило в понятие термина толерантности, терминов всяких разных, что вот мы детей должны... Я оставался, остаюсь и буду оставаться тем русским человеком, который воспитывался на традиционных, скажем так, мягко скажем, на традиционных принципах воспитания детей. И это никогда не было, меня никогда родители не били. И я не видел, чтобы кого-то там где-то набили. Но система воспитания розги, ремень, папа, это было всегда. Это был условный язык. Да, возможно, кто-то там по греховной ошибке своей доставал и применял это. Но я до сих пор и уверен, что, значит, любой опыт, когда отец применял ремень, его жгло до конца своих дней этот поступок. И я знал такие люди, когда кто-то применил, потом он себя простить этого не мог. Уже умирать будут дети, взрослые, уже сами не помнят, что это было. А человеку будет то, что это действительно акт нелюбви. Когда ребенок иногда зашкаливает эмоции, вот я знаю, уже как опытный отец, ему надо помочь выскочить из этого. Он не может, он физиологически, у него как пробка. Эту пробку надо выпить. И когда мы говорим слово шлепок, надо просто понимать, пробку надо выпить. Поэтому нельзя бить ребенка, но шлепок по попе, и если в этот момент улыбаешься, и ты не злой, и ты не наказываешь его, а просто помог прийти себе, он стоит, он уже не помнит, почему плакал. Мы начинали со страха, да?